добрый день и разбираем ваш вопрос по поводу клеточки как создать нам правильную заливку чтобы она у нас залилась во первых что делает адоб иллюстратор вот вы создали рапа когда вы его вы берете такой какой он у вас есть и помещаете его в заливке то у вас сейчас вылезет неприятность какая будет контур смотрите он у вас адоб иллюстратор вот все что есть все считал и вот она не очень правильно стыкуется за счет этого не получается как таковой рапа вы сейчас пойдете по заливкам там все детально мы это разбираем что не так во первых вот видите она торчит это раз во вторых что делает программа нам берет вот этот кусок и многократно его просто размножает то есть если условно что вы возьму на от крайней точке крайней точке вот видите вот это вот крайняя точечка и она прям вот от точки к точке вот так вот его размножить вот так и то же самое сделать вниз за счет этого получаются вот такие дырки она забирает и контуры все то есть она очень такая банальная ничего вот так вот отдельно крутить не надо что самое простое можно сделать вот с тем рапортом которые вы здесь вот вытащили как бы сделала я я взяла бы прямоугольник и нужно понимать что у нас это рапорта должен быть соответственно так и вот так то есть тот мотив который будет у нас многократно повторяться даже наверное лучше не вот так а вот так сделать вот то есть вот смотрите сейчас я уберу красным выделю чтобы понятен то есть вот эта часть будет стыковаться с этой это будет стыковаться с это то есть сколько у меня здесь отступлено столько я здесь отступила для того чтобы собралась клетка то что мы разбираем в блоке по заливкам он у вас есть вопрос немножечко не дошли теперь нужно положить вот это на задний план и сделать это без цвета и без контура дойдете я там все очень детально раз рассказываю потом выделяем и переносим в раздел образцы и после этого давайте проверяем что у нас получилось вот что у нас было до этого а вот что у нас с вами стало сейчас видите она состыковалась то есть я просто напросто поменяла рапорт я убрала у него вот эти ограничивающие боковинки которые на вас постоянно копировала а его выделила вот он рапорт теперь вот такой смотрите вот она вытягивает правильно полностью изображение там вот внутри у нас есть наш с вами квадратик который мы туда заложили люди вы то есть по сути рапорт вот такой получится светится так вот вот он наш рапорт то есть не вот так вот очерченный и с вылезающими частями а вот такой и если я вот такую штуку начну многократно размножать я сейчас создала правочную маску это тоже в блоке заливки есть она делается но это я не для рапорта создала просто чтобы вы поняли то есть если я сейчас начну многократно его размножать то он у меня встает в квадратик то есть единственное что вы не доделали здесь требуется вот это вот логика того а как же будет формироваться мой рапорт то есть вот просто то что у вас получилось оно вот так будет формироваться по самым крайним точкам и то что получилось у меня вот и соответственно смотрите вот она эта штука она у вас клеточка опять же блоки заливки чуть-чуть поторопились вы можете спокойно его сюда применить и менять можно все 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 что вам нужно ну условно говоря мы сейчас вот эту часть заливаем на здесь у нас во первых есть другая пропорция то есть здесь он крупнее соответственно можно поменять пропорцию опять же блоки заливки вы сейчас дойдете все это разберете не надо нервничать по этому поводу можно посмотреть насколько она да там как это будет происходить вот можно переснять свойства не переснялось сейчас никогда сделаем потом можно повернуть то есть берете кусок и вот здесь у нас есть функция поворот трансформировать узоры и вот прям пожалуйста можно цифрами забивать можно здесь подстроить есть это все все делается это и делать достаточно просто основное что вы вот не додумали даже не с точки зрения иллюстратора а с точки зрения логики обычной вы не додумали рапорт то есть вот такой рапорт просто вот ну как бы для простой логики чтобы вы понимали как любой объект вам подвести под это дело да то есть здесь это уже просто вы меняется потом направление ну вот у меня как бы была обычная ткань да я еще с под 45 градусов мантану и она будет другая то есть не надо вот это вот вырисовывать в диагонали если вы понимаете что это но квадратики рисуйте в эти квадратики вопрос в том что вот вы когда сделали свой рапор до какой бы он там не был вы его попробуйте размножить она размножается но классическим способом по сетке то есть как будто у вас это сетка школьной клетчатой тетради вот и попробуйте по самым крайним точкам размножьте вот прям можно там четыре кубика сделать и вы увидите что вам программа сделает она вам такую штуку зальет вот чтобы ее не было нужно обязательно убирать и то есть даже вот такие банальные квадраты когда у вас получаются вам нужно будет одну сторону отрезать чтобы она пришла с другой стороны это вот такая хитрость то есть вам нужно чтобы в рапорте пришло то есть если я сейчас дам полностью вот эту вот клетку целиковую то у меня рапорт опять будет очень толстым сейчас я вам покажу пример просто чтобы вы поняли это именно логика создания рапорта это к иллюстратору не имеет никакого отношения вот прям прямого вот смотрите если я сейчас возьму и захвачу вот эти части то есть как вы сделали да что у меня есть крайне вот эти темные точки и сейчас по нему создам рапорт вот так рапорт создам покажу какой рапорт у меня сейчас ну все-таки недаром платит до художникам за то что они что-то делают потому что логика тут требуется для включения то есть вот такой рапорт и вот такой рапорт это надо просто потренировать это не там ничего такого сверхсложного просто потренировать поделать эти рапорты вы будете видеть их они потом но автоматически вы понимаете как его вычленить так она нет и она хорошо да она мне неправильно сделала программы щас на ее поправим монтаж она не ушла на самый задний план за счет этого сбилась вот так то есть видите вот смотрите два рапорта 1 и 2 1 у меня создан с контуром 2 без контур а то есть один вот такой вот он рапорт видите контур по крайней а второй вот такой контур по крайне просто надо вот включить логику и подумать а как же она будет рапортовать программа она в этом плане очень простая и примитивная она берет вот этот кусок прямоугольника квадрат и множественного заливает вот когда 10 урок посмотрите по заливкам там я показываю дополнительную настройку у программы есть панель которая позволяет работать заливками она позволяет делать там шашечкой рапорта все прочее но вот банальная вот это вот сама заливка она на основе квадратно-гнездового способа то есть либо квадрат либо прямоугольник многократно повторяющийся потом его можно легко повернуть легко отмасштабировать но смысл вот такой то есть как бы не мудрите давайте сразу посмотрю все ваши изделия то есть я тут смотрела при сути вы красиво мне нравится что мало точек то есть то что вот действительно как бы есть там даже вон поставим в принципе вот готовые эскизы единственное что с точки зрения технология а по краешку от строчки должны ли быть как она у вас там крепится по тайным швом или нет на поясе тоже наверняка должна быть от строчка здесь да можете уже запускать бренд спокойно здесь мне тоже очень понравилось очень красиво применили там и градиентики так они переливаются прям честно по нареканиям ничего сказать даже нечего хорошие красивые полноценные эскизы и здесь две линии поставили наверное опять с точки зрения технологии я бы придралась то есть точки зрения художника к вам вообще нареканий нету а вот точки зрения технологии смотрите по низу а вот эти от строчки где а вот эта строчка где вы же если вы рисуете картинку для каталога то нормально а если вы рисуете картинку для того чтобы передать ее в производство а технологически то кусочки надо помнить да вот смотрите здесь они у вас есть а здесь их нету и сюда надо внедрить и потом это вот с точки зрения человека который как бы просто спрашивает а оно должно быть по прямой и просто расходится за счет того что одета на фигуре или она действительно так подрезанные конструктору нужно будет в лекало это заложить вот это подумать то есть у вас знаете шикарные совершенно рисовальческие качества у вас прекрасное вкус чувство цвета вот единственное что я вижу немножечко не хватает технология то есть вы вот проскакивать какие-то моменты это не страшно просто вот их немножко не хватает так следующее платье да 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 опять же смотрите здесь по краю от строчка я не вижу от строчки здесь видимо потайной шум есть все хорошо да вещи симметричные мне это нравится здесь да 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 ну готовы платье отдавать конструктору единственное вот за что меня били по голове в свое время за то что не на шаблоне нарисовано платье непонятно какой она длина ну это вот когда же производство дэш конструктор какой она длина вот она по колену ниже колена или чуть выше когда как она будет задавать ну или он в зависимости от того кто это будет вот эти конструктивные особенности то есть вот этот вопросик остается а здесь все вот не вижу проблем не вижу каких-то там неточностей то есть вот основные нарекания на вас идут именно с точки зрения технологической давайте здесь посмотрим юбисайд в целом все хорошо здесь нужно будет сделать подгибку знаете как можно рисовать один рукав не подогнутый а второй подогнутый но это зависит от того если закрепка полная или неполная нужно писать где закрепку часто вот здесь вот в нижнем шве рукава она закрепляется мы делали такие футболки их обязательно надо подписывать либо прилагать эту фотографию чтобы человек который работает понял вот такая линия низа может быть но как бы они вам такую линию не делали то есть надо это смотреть по принту и об этом говорила вы это читали если вы отправляете принт то он должен быть переведен в кривые то есть преобразовать в кривые продолжаем так я сказала да здесь мы переводим с вами в кривые и в целом все хорошо я не вижу нареканий так и еще один ваш скисик это брючки визуально мне кажется переузили талию либо слишком широкие бедра хотя если вы добивались этого эффекта то так и надо так по от строчку наверняка будет еще от строчку по верху ну и по низу на посмотреть что там происходит кармашки хорошо получились так папочки тоже все хорошо шлевки молния по спине уверены в этом на брюках такое очень редко делают в общем вот этот момент но если уверены туда так и что у нас тут еще почему я не разбираю ваши эскизы ну вот именно с точки зрения на детали не вижу в этом смысла то что если эскиз гармонично смотрится то значит он правильно собран я вижу что по заливкам он собран правильно все все посмотрела все разобрала если есть еще какие то вопросы пожалуйста не задавайте буду рада на них ответить